Детское радио представляет Как Морковкин в историю влип Ромашечка, вкусно тебе? Добавки положить? Ах, нет, забыла совсем, у меня же пирог есть к чаю Бабуль, я потом пирог съем Мне некогда, я к Мишке побегу Он фейерверк новый купил Мы его на Новый год запустим А может и на Мишкин день рождения Тоже придумали Это вам не игрушка Пожар еще устроите или себе что-нибудь повредите Я вот родителям расскажу, чем вы забавляетесь Бабуля, да не волнуйся Фейерверк этот безопасный Специально для детей придуман Между прочим, нам учительница истории рассказывала Раньше специальные царские указы издавались Чтобы на праздники фейерверки запускать Вот не помню, то ли во время Петра Первого, то ли позже А не помнишь, так и не говори Куда подорвался неугомонный Сейчас, бабуля, все проверим По-моему, это все-таки было при Петре Первом Уточню, пожалуй Старинные часы, время назад Это же кремлевские палаты Я тут на экскурсии был Тот длинный человек, что по залу вышакивает Сам Петр Первый Он что-то писарю диктует Пишите как далее Великий государь и царь и великий князь Петр Алексеевич Всея Великая и Малая и Белая России Указал сказать Будущего января с первого числа настает новый 1700 год и новый столетний век И для того доброго и полезного дела Указал впредь летая исчислять с первого числа От Рождества Христова 1700 года Это как? А раньше Новый год разве не с первого января начинался? Ты откуда отрок появился? По что меня дел государственной важности отвлекаешь? И с каких же ты земель будешь? Не знаешь, что Новый год досель с первого сентября начинался? Здравствуйте, Петр Алексеевич Меня Ромой Марковкиным зовут Я не хотел вам помешать Как так? Новый год первого сентября А у нас это день знаний Когда все дети в школу идут Фамилия у тебя русская А выглядишь как иноземец В Руси издавна Новый год с первого сентября отмечался А в Европе он с первого января начинается Я решил учредить его празднование на европейский манер А знание это хорошо Никак не могу боярских отпрысков к учению пристрастить Растут обалдуями Как их к делам государственным допускать? Я знаю, Петр Алексеевич, что вы их в Европу на учебу отправляете А оттуда разных иностранных специалистов выписываете для службы Верно говоришь Вижу, отрок ты разумный весьма Мне такие нужны Я и тебя в учение отправлю А потом на Архангельские верфи определю Флот строить будем Новые земли завоюем В моря, где торговые пути проходят, выход получим Сделаем Россию могучей державой, богатой и сильной Спасибо, я уже учусь Мне кажется, военное дело не совсем мое призвание Я, наверное, изобретателем стану Или путешественником Учись, Рома Марковкин, хорошо Найду тебе применение Мне изобретатели и механики весьма надобны Указ хочу издать, чтобы на службу принимать не по родовитости, а по образованности А те, кто поборы чинит, на лапу взятки берет Велю драть нещадно и в Сибирь ссылать Это вы хорошо придумали А правда это, что фейерверки вы велели на всякие праздники устраивать в России? Хорошее это дело, потешное И глаз веселит, и сердце радует Дьяк, пропиши в указе, чтобы с 1 января до Рождества 7 января 1700 года Фейерверки учинялись по всей Москве Чтобы каждый вечер зажигались смоляные бочки Пускались ракеты Полили из двухсот пушек перед Кремлем А в частных дворах из маленьких орудий Ух ты, новогодние каникулы, выходит, тоже Петр Первый придумал А елка в Кремле у вас будет? Хорошая мысль Только почему же только в Кремле? Пиши Дьяк далее Чтобы у каждого двора богатого сосенки еле украшенные выставлялись А у бедных домов хоть в паиловой лапке, наоборот, а хозяева вывешивали Эх, будет у нас Новый год славный Иноземцам на зависть, а люду российскому на забаву и потеху Петр Алексеевич, не буду вас больше от дела отвлекать Да и пора мне домой уже Смотри же, учись хорошо Обучишься всяким премудростям Милости просим Найду тебе применение на службе государственной Обещаю, хорошо учиться Вот домой попаду Про ваше время почитаю Интересно тут у вас Старинные часы Время вперед! Ну что ж, да, у Флова учиться хорошо, держи Заседу-ка я за уроки А к Мишке лучше завтра после школы зайду Как Марковкин в историю влип!